Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо, Максим Радайкин. И Борис Марсенкевич, всем добрый день. Друзья, я бы хотел сначала объясниться, что у меня тут месяц, где я пропадал, но я надеюсь все заметили, что за сентябрь мы выдали более 650 минут готового контента, и я чисто физически не успевал согласовывать все интервью, все явки, пароли, собирать со всех звуковые дорожки, оформлять это все на монтаж. Выбрались, расширяемся, думаю в будущем будем в более спокойной атмосфере переваривать такие объемы. Ну, надеюсь, вы это оценили. На злобу дня. Прежде чем перейдем к теме, у нас как бы уже близится как бы год проекту, и у нас он приурочен все-таки, старт проекта был к столетию ГРЛО, и что-то мы не догоняем по подписчикам, у нас больше 200 тысяч постоянных зрителей, а подписаны всего лишь 60. Вот подпишитесь, вот знаю, вот конкретно вы не подписаны, надо подписаться. Собственно говоря, у нас перерыв-то был связан в основном с тем, что творится на европейском газовом рынке, почему-то всем стало интересно, все как-то необычно, и все почему-то решили спрашивать у разных людей, если кто заметил, я даже побывал на канале РБК, сильно подозреваю, что первый и последний раз, вряд ли они меня второй раз пригласят. И у тебя вопросы тоже будут про газ, да? Ну, по повесточке, актуальный. Самый главный вопрос, скорее, недопонимание. Очень многие радуются в комментариях высоким ценам на газ, там тысяча, полторы, две, да сколько же этот Газпром в себя денег-то заберет? На самом деле, ведь Газпром торгует в основном по долгосрочным контрактам, соответственно, там другие цены, хотя они по европейскому законодательству и привязаны к споту, ну, благодаря братьям поляков, спасибо им большое, но цены все равно там другие, они пересчитываются, когда там раз в квартал. Ну, по-моему, в этом году раз в два месяца стали пересчитывать, во всяком случае, на сайте Газпром экспорта каждые два месяца появляется новая переоценка. Ну, и из этого вопрос, а все-таки за какую стоимость Газпром продает наше национальное достояние, и как бы к чему это все нас приведет, вот что за тенденции сейчас идут на газовом рынке? Ну, давайте по порядку. Газпром на самом деле действительно поставляет газ в Европу по прямым контрактам с потребителями, с заказчиками, контакты долгосрочные, на спотовый рынок, на то, чтобы биться за пфенинги, евроценты и прочее, Газпром не работает. В принципе, оправдано. Пригнать газ с Ямала за 4 тысячи километров для того, чтобы потом думать, продастся он, не продастся, было бы странно. Я уже неоднократно рассказывал, что контракты подписывались в основном на основании Гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта до, собственно говоря, прошлого года. В прошлом году, если кто-то помнит, компания, зарегистрированная в Польше, ПГНИГ, выиграла Согурнский арбитраж против Газпрома в вердикте Согурнского суда за то, что Газпром недостаточно учитывает спотовые цены рыночные, необходимо было выплатить штраф в пользу компании ПГНИГ в размере полутора миллиардов долларов, что Газпром и сделал. После чего, опираясь на этот вердикт, Газпром вынужден был изменить все условия долгосрочных договоров для того, чтобы выполнить вердикт Согурнского суда. Теперь, по словам генерального директора Газпрома экспорта Елены Бурмистровой, в формулах цены 87% это влияние спотовых цен, 13% это по-прежнему долгосрочная привязка к нефтяной корзине. Что Газпром увидел в результате? Когда планировался 2021 год, в декабре месяце, Газпром оценивал, что в этом году, с учетом провала, который состоялся в 20-м ковидном, рассчитывали, что средние цены по долгосрочным контрактам составят 170 долларов за тысячу кубометров. В результате того, что происходило на европейском газовом рынке, последний официальный пересмотр состоялся в августе месяце. В августе спотовые цены были 500-600 долларов за тысячу кубометров. Газпром вынужден был скорректировать цену до уровня 269,6 доллара за тысячу кубометров. То есть, рост составил 58% с начала года. Сейчас появилась информация, пока официально неподтвержденная. Ряд СМИ, опираясь на некие неназванные внутренние источники и так далее, и так далее, говорит, что октябрьская корректировка до уровня 290-330. Не очень понятно, что значит тире, потому что все предыдущие оценки имели конкретную цифру без разброса. Что получает Газпром? Практическое удвоение цены, с учетом того, что в этом году будут опять рекордные объемы. Рекорд у нас был отмечен в 2018 году. 201,8 миллиарда кубометров было поставлено европейским потребителям. Да, кстати, для любителей статистики напомню, что в данных Газпромэкспорта, когда он говорит о поставках в Европу, учитывается Турция. Турция европейская страна для Газпромэкспорта. Там можно спорить, что часть Турции в Азии еще как-то. Газпром считает, что это Европа. В этом году ожидается, что объем поставок составит не менее 190 миллиардов кубометров. То есть, все разговоры о том, что Газпром что-то уменьшил. Напомню, что в 2020 году было поставлено 174 миллиарда кубометров. То есть, практически на 10% Газпром объем поставок увеличил. Что на этом получил Газпром? Ну, несложно посчитать. Если рассчитывалось, что цена будет 170, сейчас она где-то на уровне 300, умножаем на те самые 190 миллиардов, вот дополнительная прибыль, которую получил Газпром на экспорте российского газа в Европу. Что, собственно говоря, он и отметил. На очередном собрании акционеров было четко сказано, что в этом году ожидается исторический рекорд по объему прибыли Газпрома за все время его существования с 1993 года. Вот это прямой выигрыш. Торговать по спотовым ценам, торговать на спотовом европейском рынке никакого желания у Газпрома нет, потому что с того момента, как стала внедряться целевая модель европейского газового рынка, разрешение на торговлю спутовую получали все, кому не лень. Регулирующие органы каждой из стран, входящих в состав Евросоюза, подписывали разрешение. Сейчас там, как на любой другой бирже, а газ – это все-таки не тот товар, которым торгуют на обычных биржах. Он немножко по-другому транспортируется, немножко по-другому хранится. Все у него немножко по-другому, таковы его физические свойства. Вот, собственно говоря, такая картинка. А вот сам Газпром, вот эти вот цены на газ, они их как радуют или скорее беспокоят, потому что газ, он получает популярность, потому что это дешевый в меру экологичный продукт для получения энергии. Но чем он конкурировал обычно с зеленой энергетикой, которая является просто фактически дороже в разы. И сейчас, как бы, газ, он очень близок к так называемой зеленой энергетике. И не придет господам европейцам мысль обогреваться ветряками и солнечными панелями. Давай опять по порядку. Значит, есть статистика с сентября. С сентября 2021 года к сентябрю 2019, до ковидному, чтобы болезнь не мешала сравнивать. Объем потребления, объем заказов газа по долгосрочным контрактам у Газпрома упал на 5%. В октябре ожидается падение на 12%. Что это означает? Это означает, что те клиенты, которые вынуждены покупать газ на спотовом рынке, при таких ценах работать уже не могут. Это выключаются заводы, которые производят азотные удобрения сельскохозяйственные. Для них нужен природный газ. Мы это наблюдали уже в Англии. Но Англия в Евросоюз не входит. Газпром туда газ не поставляет. Но уже пошли при остановке снижение мощностей, снижение объемов производства на таких же заводах в Германии. Начинается ропот среди компаний металлургического сектора наиболее энергоемких. Потому, что газ по таким ценам делает их продукцию неконкурентоспособной. Падение объемов потребления для Газпрома никакой радости не приносит. В таком случае и Газпром недополучит прибыли, и, соответственно, бюджет Российской Федерации недополучит налоги. Ничего в этом хорошего нет. Поэтому Газпром не заинтересован. Что, собственно говоря, в своем выступлении Владимир Путин и подчеркнул. Что нет никакой заинтересованности. И его пожелание в адрес Газпрома восстановить торговлю спотовую. Но не в Европе, а на Санкт-Петербургской товарно-соевой бирже. Когда это может произойти, зависит от того, что происходит в России. Потому, что для Газпрома первичен рынок России. Все остальное вторично, включая и Европу, и Азию. С учетом того, что отопительный сезон в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, в этом году начался внезапно 12 сентября. Обычно это происходит на месяц позже. И с учетом того, что Министерство энергетики обязало Газпром закачать в подземные хранилища 60 миллиардов кубометров. Судя по всему, свободные объемы у Газпрома появятся в начале ноября. С одной стороны, это как бы плохо, потому что ноябрь может быть провален по объемам поставок. С другой стороны, у европейских компаний есть время, чтобы придумать, сколько газа им не хватает для того, чтобы цены в Европе пришли в норму. Время провести переговоры с Газпромом, подписать новое соглашение. Кто-то понял, что газовая пауза есть. Она, правда, не очень длинная. Быстрее всех это поняла замечательная страна Болгария. Она уже готова немедленно приступить к переговорам. Еще одна страна Венгрия. Венгрию это отдельная тема. Невзирая ни на что, у них своя политика. Проблема венгерских политиков в том, что они любят Венгрию. Необычайное явление сейчас для Европы, когда политики любят страну, которую они представляют. Больше, чем Европа-Орлайн. Вместе с Еврокомиссией. Обратилась с просьбой Сербия предоставить Газпром максимально льготным ценам. И только что у нас министр иностранных дел в Сербии был. Есть надежда, что в ближайшее время состоится встреча президента Сербии и России. И они этот вопрос согласуют. Потом газовые компании уже доведут до ума. Вот такая ситуация. Газпром не заинтересован в том, чтобы держались вот такие высокие цены. Потому что, если говорить... Ну, Газпром никогда вслух не называет. Но с учетом всего, что говорят в аналитике, себестоимость российского газа, доставленного в Европу, составляет порядка 100 долларов за тысячу кубоментов. То есть, на самом деле, цена в 300 долларов, которая сейчас докорректировалась, более чем достаточно. Гнаться за сверхприбылью – это убить спрос. Совершенно очевидно. Тем более, такой высокий уровень цен, как сейчас, может привести к тому, что рано или поздно кто-нибудь начнет поставлять СПГ. Хотя, не дальше, как позавчера. Вчера, 11 октября. Катар. У него на газовом рынке работают газовые компании. Официально сообщил, что увеличить объем поставок в Европу он не может. У него слишком велик объем заказов в Азии. Поэтому, извините, но на рынок СПГ новых поставок не будет. Есть какие-то определенные подписанные контракты с той же Польшей. Польша по договоренности на свой терминал в Свиноуисе получает полтора миллиарда кубометров газа в виде СПГ. В пересчете. И это обязательное условие. Катар выполняет, Польша выполняет. Катар знает, с кем имеет дело. Доставляет газ на своих газовозах. Ждет, чтобы это скилось конкретно на терминале в Свиноуисе. Чтобы это не было перепродано куда-то с лед. В Соединенных Штатах ни одного нового инвестиционного решения в этом году не принято. Есть надежда, что в декабре появится первое решение. Но это начало строительства. Это еще четыре года до появления новых мощностей. На прошлой неделе был подписан очередной долгосрочный контракт компании Сабина Пасс. Ченри Энерджи, которая владеет СПГ-заводом Сабина Пасс с одной из китайских компаний. Долгосрочный контракт с привязкой цены к нефти. Все в таком традиционном классическом стиле. Я просто напоминаю, что в 2020 году между Соединенными Штатами и Китаем было подписано первое перемирие в их торговой войне, по которому Китай взял на себя обязательства для того, чтобы уравнять баланс в торговле взаимный, закупать достаточно серьезное количество энергетических ресурсов. То есть, сырьевой придаток Китая от Соединенных Штатов поставляет все, что может гореть, поставляет изо всех сил. По предварительным данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, в этом году добыча угля в Соединенных Штатах увеличится на 10%. Я предварительно в 2019 году объем поставок СПГ из США в Китае был равен нулю ввиду войны пошлин. Сейчас там, по-моему, количество доросло уже до 8 миллионов тонн. То есть, тоже стараюсь, чтобы этот баланс был выдержан. Тем более, что американским производителям это действительно выгодно. Это твердые контракты, это отсутствие спута, это прямая привязка к нефтяной корзине и так далее. Но, тем не менее, рисковать тем, что из-за высоких цен в Европе, во-первых, снизится объем потребления, во-вторых, не исключено, что появится какой-нибудь из конкурентов, совершенно невыгодно. Что касается трубопроводных конкурентов, то по проведению ремонтной кампании, «Эквенор» объявил, что в этом году он сможет поставить дополнительно 2 миллиарда кубометров, в следующем году еще 5-6 миллиардов кубометров. Не сказать, что это очень сильно на что-то влияет, с учетом объемов потребления в Евросоюзе порядка 450 миллиардов кубометров ежегодно, и с учетом объемов газпромовских поставок грубо в 200 миллиардов кубометров. Но, тем не менее, лишний повод конкурентам облизываться на европейский рынок, Вряд ли есть смысл давать. Единственный вариант, когда бы нам это было выгодно, если бы мы были готовы увеличивать объемы производства тех товаров, производства которых останавливались в Евросоюзе. Остановились два завода по производству азотных удобрений, значит, у нас тут же все увеличилось. Мы с такой скоростью реагировать не умеем. Что, в общем, неудивительно, это производство. Это не Алибаба. У нас местные производства как бы очень чутко реагируют, когда иностранные компании уже со своей развитой инфраструктурой, контрактами заходят на территорию РФ, начинают быстро отстраиваться, быстро начинают переманивать к себе персонал. Тут как бы тоже нужно очень осторожным быть. Компания GCB в Подмосковье хочет войти в особую категорию для инвестирования, то есть, получать госконтракты на льготных основах, кредиты и все прочее. И наши отечественные компании за это очень переживают, потому что боятся конкуренции. GCB в своем секторе их немножко так подвинет, достаточно конкретно. Не, ну, конкуренция – дело хорошее, на самом деле, если это не касается стратегических отраслей, где конкуренция не нужна. Где безопасность важнее, чем борьба за цены. Да, и как в извечном анекдоте, а что вот эти цены на газ повлияют все-таки на СП-2? Что там сейчас происходит? Там я напомню, на всякий случай, потому что многие начинают уже путаться. Для того, чтобы «Северный поток-2» начал работать, а не просто лежать на дне морском, компания «Нордстрим-2АГ» должна получить два сертификата. Не один, а два. Первый сертификат о технической готовности, то есть, что сама труба, компрессорная станция в полном порядке соответствуют всем нормам по безопасности и могут работать в штатном режиме. И второй сертификат должна получить сама компания «Нордстрим-2АГ» в качестве независимого оператора. Одна из форм анбандлинга, разрешенного газовой директивы, третьего энергопакета. Что касается технической сертификации, то здесь одна маленькая сенсация как-то очень незаметно прошла, не заострил никто внимания, хотя достаточно забавно. Когда пошло сообщение о том, что «Нордстрим-2АГ» получила право заполнять трубопровод газом, никто не обратил внимания, что это разрешение дано ДАСКИМ энергетическим агентствам. Напомню, что в комплекте договоров о строительстве серверного потока-2 фигурировала норвежская компания, которая отвечала за техническую сертификацию. Но в конце прошлого года, после очередной порции американских сенсий, норвежская компания попрощалась с «Газпромом», я не знаю, за деньги попрощалась, бесплатно попрощалась, в любом случае ее нет. В начале этого года, когда еще были надежду братьев-славян из Польши, из дружеской нам Украины, из прочих мест, что «Северный поток-2» вообще никогда не будет достроен, исполнительный директор компании «Нордстрим-2АГ» Матиас Варних на соответствующий вопрос журналиста, что вы будете теперь делать с технической сертификацией, ответил очень корректно. Проблем не возникнет. Если разрешение дано ДАСКИМ энергетическим агентствам, это означает, что ДАСКИМ энергетическое агентство и есть та организация, которая решила заниматься технической сертификацией «Северного потока-2». О том, какое значение имела Дания, ДАСКИМ энергетическое агентство в судьбе первого «Северного потока», я уже неоднократно рассказывал. Наступил момент, когда ДАСКИМ энергетическое агентство вмешалось и в судьбу «Северного потока-2». Сейчас для американцев настаёт развилка. Да, есть порция санкций, но подвергнуть санкциям государственное ДАСКИМ энергетическое агентство, в которое входит десятка-2 энергетических компаний Дании, это означает резко обострить отношения с Евросоюзом. Щелчок-понус я не говорил. Нет, слава богу, а то кому-то могло послышаться. То есть, вкупе... То есть, техническая сертификация, вот она идёт, сейчас вот этап заполнения газом, с учётом того, что диаметр трубы 1220 миллиметров, длина 1240 километров, быстро это не произойдёт. Разумеется, технический сертификат входит в пакет документов, который должен лежать на столе у федерального сетевого агентства Германии, которая занимается сертификацией компании Nord Stream 2 АГ как юридического лица. Запрос она соответствующий дал, и официально об этом у себя сообщила. Потом тишина, но вероятнее всего, это означает, что документ тоже на столе уехал. А дальше вот та самая схема. Здесь нет вмешательства ни Петрова с Башировым, ни Байдена, ни Трампа. Есть регламенты, которые прописала сама себе Германия и Европейский Союз. Время на рассмотрение заявления компании Nord Stream 2 АГ о сертификации ее в качестве независимого оператора у федерального сетевого агентства до четырех месяцев. Федеральное сетевое агентство сообщило, что документ она получила 12 сентября всего года. В том случае, если следовать букве третьего энергопакета, то рассмотрение должно закончиться 13 января, но там есть две очень хитрые буквы. До. Мы рассматриваем самый пессимистичный вариант. Должен появиться проект решения. Тем не менее, федеральное сетевое агентство публиковать его не будет, потому что по законодательству Германии она обязана этот проект решения отправить на рассмотрение в Министерство промышленности и энергетики с тем, чтобы Министерство промышленности и энергетики дало оценку, не несет ли этот проект угроз и рисков энергетической безопасности и обеспеченности энергетической системы Федеративной Республики Германия. У министерства два месяца до двух месяцев на рассмотрение этого вопроса. То есть, пессимистичный вариант к четырем прибавим два уже шесть месяцев. Поскольку сухопутное продолжение Северного потока-2 выходит за территорию Германии, в соответствии с регламентом, Министерство промышленности и энергетики Германии тоже окончательно вердикт дать не может, она должна отправить проект решения на рассмотрение в Европейскую комиссию с тем, чтобы Европейская комиссия дала оценку, не несет ли угроза и риска теперь уже всему Миросоюзу. До двух месяцев. В том случае, если Еврокомиссия приходит к выводу, что ей не хватает документов, есть право запросить, тогда этот срок продлевается еще на месяц. То есть, самый пессимистичный вариант четыре плюс два плюс два плюс один девять месяцев. Это срок. Да, за это время родить можно, отопительный сезон заведомо кончится. Но в соглашении Меркель и Байден фраза звучала соблюдать букву и дух третьего энергопакета. Вот, видимо, слова до означают, что можно соблюдать дух. То есть, любой из перечисленных органов имеет полное право рассмотреть быстрее, чем 4-2 месяца. Зависит от политической воли. Но это получается, как на Украине. Вот они календарь пролистали, вот у нас теплый месяц намечается, давайте еще на месяц мораторий наложим, и точно тут тепло, а потом подумаем, снимать, не снимать мораторий. И также у них все сроки до. Все сроки до. А мы уже готовы. Ну, тут сложно сказать, с чем связано. Может быть, это федеральное сетевое агентство ждет, когда появится новое правительство. Сколько времени уже прошло с выборов в Германию? Ну, еще месяца нет. Еще нет месяца. То есть, на кого будет ориентироваться? Может, у них там какие-то свои политические интриги? Мы этого не знаем. Мы, в общем-то, и знать не хотим. А вот эту проблему с тем, что газ должен передаваться на свободном рынке, то, что было ограничение о том, что «Газпром» самостоятельно не может быть и оператором, и владельцем. Это решили обойти красиво и непринужденно за счет именно открытия Санкт-Петербургской биржи и торговли этим газом там. Ну, это как один из вариантов. Потому что, если газ, проданный на Санкт-Петербургской бирже, будет транспортироваться по Северному потоку-2, то вот это ограничение, что один поставщик не имеет права бронировать более 50% транзитной мощности, может быть, некоторым образом преодолено. Но вне зависимости от вердикта суда, который еще предстоит, в Европе суды идут нетропливо. А в августе, как ты помнишь, Высший земельный суд Гамбурга, по-моему, вынес вердикт в пользу федерального сетевого агентства, которое считает, что действие третьего энергопакета на Северный потоку-2 должно распространяться. Подана апелляция, но с учетом скорости работы европейских судов, когда это закончится, никто не знает. А то, что предложил Владимир Путин возобновить торговлю на Петербургской электронной бирже, товарно-сырьевой бирже, это, да, один из вариантов. Потому что 50% поставляет Газпром под долгосрочным контрактом, а все остальное поставляют те, кто купил газ, достаточно назначить точку перехода, прав собственного, если где-то там в море, все в порядке. Ну, что ж, будем внимательно смотреть за развитием событий, поглядывать так на погоду, которая... Поглядываем на европейскую погоду, это раз. Поглядываем на то, что завтра, в среду, начиная с российской энергетической недели, и ожидается выступление на пленарном заседании Владимира Путина. Очевидно, что он будет говорить про энергетику на энергетической неделе. Может быть, мы услышим что-то действительно новое. От него почему-то новости поступают более определенные, чем от наших многочисленных министерств. Не каждый из которых помнит, за что именно она отвечает. И, кроме того, 21-22 октября Еврокомиссия проведет заседание по энергетике. То есть... Месяц будет насыщенный. Месяц обещает быть насыщенный, я просто на тенденцию. В прошлом году отопительный сезон в Европе наступил 12 октября. Первое заседание по вопросам энергетического рынка у Еврокомиссии 21 октября. Замечательная подготовка. То есть, там по-прежнему в головах, видимо, установка, что рынок все порешает. К апрелю цены успокоятся. К апрелю точно. То, что за это время вымрит некоторое количество европейцев, это не самое страшное. Главное, чтобы рынок, либеральные постулаты, все это должно действовать. А то, что в той же Англии первым, кто заговорил о том, что не сможет работать при таких ценах, была ассоциация производителей овощей, работающих с теплицами. Они просто сообщили правительству Великобритании, что при такой цене на газ, на электроэнергию они работать не смогут. Редиска и огурцы не отбивают вот такую цену на газ, на электричество. А это означает, что возникают проблемы с продовольствием. Если закрываются, перестают работать, снижают объемы производства завода минеральных, азотных удобрений, это значит, что и следующий урожай под вопросом. То есть, вот это все европейскую комиссию не интересует. У нее главное, что работает рынок, все в порядке. Спотовый рынок сам себя оправдал. То, что кто-то там вынужден покупать по полторы тысячи долларов за тысячу кубометров газ, это не важно. Важно, что торговля нормально организована, все в порядке. Ну, что? Остается только наблюдать за событиями и прогнозировать, и подводить результаты. И смотреть. Смотреть за тем, что будет завтра на российской энергетической неделе. Я думаю, первую новость мы получим оттуда. Обязательно. Смотрите в нашем телеграме, тем более у нас тут определенные политические лидеры решили YouTube блокировать. то мы надеемся на лучшее, но вы там на телеграмчик подписывайтесь. Хорошо. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова